Ну что, привет интернет! Мы начинаем после полугодичной остановки. Мне надо было немножко прийти в себя, понять вообще зачем я это все делаю. Но я понял, что мне без этого никак. И мы начинаем новый цикл программ по чесноку. И у нас сегодня в студии, вот сейчас вы можете видеть, абсолютно, я прям не знаю. Ого-го! Асель Баэндарова у нас сегодня в студии. И буду задавать Асель вам вопросы, вы будете на них отвечать. Ничего сложного. Давайте немножко в интернете, многие читали ваш фейсбук. Он очень интересный, очень самобытный, очень необычный. Но не все, наверное, знают предысторию, как вот вы пришли к фейсбуку. Я знаю, вот вы врачом работали. Давайте чуть-чуть поговорим о вашем врачебном периоде. Врачом работали где? Я работала в центральной городской клинической больнице на Джендосе в отделении реанимации. Вот смотрите, да? Тут совершенно милая такая. Прям вся такая, а я бы ожил. Асель, я бы ожил. И вот реанимации, прям это вот когда уже совсем все плохо, то есть тогда появляется Аселя? Тогда, да, появляется реаниматолог и начинает свои реанимационные мероприятия. То есть я работала реаниматологом и анестезиологом при экстренном покое хирургии. То есть это вот не плановые операции, когда? Нет, у нас были и плановые, и экстрены. И вот, которые по скорой помощи, да? Да. И сколько вы проработали? В общей сложности где-то около шести лет. Шесть лет? Да. Ну, вот знаете, я еще со врачами ни разу не разговаривал на программе. Вот там же каждый раз человек умирает, вот я насколько понимаю, да? Ну, что такое реанимация? То есть это ты фактически его вытаскиваешь с того света, да? И этим ты занимаешься каждый день. И вот как там вот, не черствеешь как-то вот? Ну, потому что, ну, это же вот вроде понятно, что все люди, да? Но вот каждый день, то есть там как циничным не становишься? Нет, конечно, чтобы не пропускать каждую смерть через себя, у нас включаются защитные механизмы, и мы дистанцируемся очень сильно от пациентов. То есть мы на пациентов практически смотрим не как на людей, а больше как на субъект. Мы даже стараемся их не называть, даже когда они приходят в сознание, мы к ним чаще всего обращаемся как больной. Вот, если при его, мы можем обсуждать его состояние, докладывать нашим старшим коллегам, профессорам, и если в это время там что-то встревает больной, мы на него так смотрим, он еще и разговаривает, видите? Как интересно. Да, мы предлагаем ему заткнуться. Вот, ну, конечно, иногда бывает, особенно когда врач ведет в течение длительного времени пациента, мы, бывает, что привязываемся. То есть мы в нем вдруг начинаем видеть человека. И естественно, что если вдруг не получается его спасти, это иногда сильно бьет эмоционально. То есть когда я пришла в реанимацию, у меня вообще первые полгода я ходила в депрессии. Практически у меня было состояние очень печальное. А часто, получается, люди и уходят, да? К сожалению, да, очень часто. И у меня, тем более, когда я только начинала, и, скажем, еще врачом, можно сказать, что и тяжело меня было назвать, я только училась, у меня сложилось впечатление, что люди выживают те, кто и без нашей помощи выживет. И, естественно, смысл нашей работы встал под большим вопросом. Вот так вот. Да, вот так. Потом я прошла первичную специализацию, где все мои практические знания привились в порядок. И уже вооружившись теорией, я приступила обратно к практике. Это у нас первичная специализация, где-то около 4 месяцев. И, то есть, я для себя, во-первых, доказала, что на самом деле мы можем спасать и тех пациентов, которые явно не выживут без нашего вмешательства. И я увидела поздно. Слушайте, ну вот врачи, особенно вот такой профессии, реаниматолог, они же вот все равно соприкасаются со смертью. И, наверное, большинство, они вообще верующие люди или нет? Мне просто интересно. То есть, вот... Нет. Скажем, широкий кругозор и хорошее образование есть противоположность реанимитации. Это однозначно. Духовные вопросы, естественно, что у каждого свой путь. Это не означает, что я против веры. Нет, конечно. Это, скажем, вопросы отношения человека с Богом, они настолько личные. Безусловно. Так что... Нет, я просто, знаете, как среднюю температуру по палате хотел понять. То есть, вот ваши коллеги, да, то есть, не конкретно, допустим, даже вы, да. Потому что, ну, это очень сложно. Вот ты, когда пытаешься представить, что ты вот каждый день видишь смерть. Ведь мы сейчас смерть не видим. Это раньше, вот, когда у нас наши, там, старики умирали дома, да, то есть, мы все видели, там, за руку держали. А ведь сейчас люди умирают в больницах. То есть, вот, ему что-то заплохело, скорая увезла, и все. И оттуда уже потом, ну, грубо говоря, родственники забирают. То есть, это... Немножко, куда-то рванули мы не туда, да, но, ну, это просто вот тоже, это, не знаю, там, о чем мы все когда-то об этом задумаемся серьезно. Вот, окей. Ну, вот я, сколько, скажем, случаев реанимации, успешной реанимации при клинической смерти, человек ничего не помнит. Вот это, нету коридора, вот этого вот, цвета в конце. Нету коридора, нету туннелей, абсолютно, к сожалению, ничего такого нет. С таким не сталкивались, да? Нет, нет. И вот все, сейчас вот, как бы ты до старого, сейчас мы будем выяснять, вот, просто, вот, размеры личности вот этого человека, и там сколько всего понамешано, вот, в одной маленькой симпатичной женщине, да? Давайте поговорим о вашей профессорско-преподавательской деятельности, то есть, вот, вы говорили, что вы преподавали, где, чего, когда? Да, я вот, отработав около трех лет в реанимации. Вы поняли, что вы уже готовы к школе нашей среднеобразовательной? Нет, я преподавала в мединституте, мое желание было уйти из реанимации, как раз, ну, скажем, я вела пациента около месяца, и этот пациент умер. К пациенту я очень привязалась, то есть, как врач я хотела, ну, успешного его лечения. Ну, он умирал в полном сознании, в полном понимании, там, молодой мальчик. Вот, и, скажем так, я поняла, что я не могу. То есть, есть какие-то определенные вещи, которые не зависят от меня, например, отсутствие определенного оборудования, отсутствие реактивов, какие-то странные указания сверху, что мы можем, там, ту же самую круглограмму проверять только раз в три дня. А это, сори, круглограмма, это что такое? Это определенный ряд анализов. То есть, в реанимации мы, по идее, должны проверять все анализы по мере необходимости, а не потому что... Ну, там, по нормативу, да, какому-то непонятному? Это даже не норматив, это, как бы, пожелание сверху. Ну, так бы. Да, пожелание сверху, там, экономить ту же самую плазму. Ну, мне не получилось спасти это, к сожалению, за мальчиком, и я очень сильно переживала. И в какой-то момент, то есть, вот, в течение четырех дней я приняла решение, что я больше не буду здесь работать, об этом я объявила, и решила уйти на кафедру. У нас, получается, на базе 12 больницы как раз две кафедры, это у совершенствования врачей и кафедры медной институты, которые читают курсы реанимации при хирургии. Я пошла к профессору, сказал, что я очень хочу, что мне просто очень надо прийти на эту кафедру. То есть, я осталась при нашей же 12 больнице, но, скажем, у меня ушли экстренные дежурства, и я стала вести студентов медного института, 6-7 курса. И я им читала наш материал, то есть реанимацию. Еще, в общем, мы на преподавательской работе. Слушайте, ну вот мне всегда было интересно, вы вот из этой среды, раз у нас разговор зашел о медицине, вот вы как вообще оцениваете? Потому что, ну, вот в том же Фейсбуке мы читаем, ой, там залечат, да, ой, там, ну, у нас, к сожалению, вот на многие вещи, да, вот у нас все вроде как ниже клинтуса, да, хотя на самом деле там надо в каждом конкретном случае разбираться. Вот вы как человек из среды, который там точно уж, ну, все почувствовал, да, там многое увидел, как можете вот оценку дать, вот, уровню нашей медицины? Очень низкий. Очень низкий? Очень низкий. Несмотря на то, что у нас вливаются огромные деньги, у нас в организаторстве медицины вроде бы появляются люди, которые что-то хотят изменить, но общий уровень медицины очень низкий. То есть, в принципе, правильно ругают? В принципе, да, правильно ругают, но я, конечно, вот у меня там есть 20 с лишним рассказов, врачебных записок, где я пытаюсь... У вас на ФБ? Да. Ну, я некоторые считал, вот это абсолютно уникальный, как вы только начали, там, прописка, когда у вас проходила, там какая-то, как это, старшая сестра, такая там, духовая тоже тетенька, и она нарвалась, и вы ее прям послали, я прям помню, читал. То есть, я стараюсь показать медицину с другой стороны, баррикажи. Изнутри. Да, изнутри. И объяснить, у нас очень, получается, проблема в медицине, это в самой системе. Естественно, что весь негатив у нас обращен на исполнителей, то есть, на врачей. И я, ну, вот с помощью этих рассказов, я пытаюсь показать, что, как бы, врачи здесь тоже являются жертвой этой системы. Да, очень много низкопрофессиональных врачей, много... А почему, в смысле, там же достаточно серьезный фильтр, вот, там, 7 лет же, да, там надо на врача учиться, то есть, это, по-моему, за 7 лет идиота можно же всегда выявить, собственно, ну, как если там какой-то нерадивый, несерьезный какой-то, все-таки там они не в игрушки-то играют, это же не из того, да, в конце концов. У нас, кстати, невысокий процент, вот, закончивших медицинститут, и уже, который потом продолжает работать по специальности. Но если человек решил работать по специальности, он все равно будет работать, потому что сейчас везде идет нехватка врачей. Не хватает, в смысле, конечно, не хватает. Никто не хочет работать за мизерную зарплату, при этом иметь огромную ответственность. Какая у вас была зарплата, вот, просто? Моя первая зарплата... В реанимации, вот, когда... Да, моя первая зарплата была 7 тысяч тенген. Когда я начала работать в реанимации, мне ее еще не платили в течение полгода, там... Это к доллару привязка, просто это, там, непонятно, какой был тогда... Где-то около 45 долларов. 45 долларов. 45 долларов, это моя первая зарплата. И не шикуй, Аселя, пожалуйста. Но во мне очень много романтики. То есть я, когда заканчивала медицинститут, я привязалась к бригаде, это скорая машина, бригада интенсивной терапии. Я с ними ездила 4 месяца. То есть это именно тогда я увидела, что все серьезные заболевания, либо состояния людей, когда мы привозим в приемный покой больниц, если что-то действительно серьезное, то вызывали Бога и Царя. Экстренные бригады врача-линиматолога. И тогда я решила для себя, что я буду врачом-линиматологом. То есть только он, и на него вся надежда и упование. Да, да, да. К сожалению. Потому что, например, те нормативы, которые знает у нас врач-линиматолог, это норма, когда знает врач общего профиля за рубежом. Вот так он. Да. У нас врач, скажем, тот же самый терапевт, многих нормативов, которые должны знать, врачи не знают. У нас знает это только врач-линиматолог, мастеролог. Получается, это такая, спецназ такой. Да. Медицинский уже. Да. Да. Как интересно. Хорошо. Хорошо. Но потом, судя по всему, вы, получается, и преподавательской деятельностью перестали заниматься. Вот. И пришли у вас вот очень такой красной чертой проходит тема, ну, я это для себя формулирую, женского тюнинга. Вот. И огромная у вас, благодаря этому, я думаю, тоже аудитория. Причем у вас постоянно на ветках идет дискуссия. То есть мужики говорят, да ну его, вот это вот, что вы там, вот это вот себе режете, там вкачиваете, долой силиконовые сиськи. И, кстати, хотел по ходу вот вопрос, вы не стесняетесь писать вот об увеличении, допустим, там груди, да, то есть не стесняетесь вообще дискутировать на эту тему, да, то есть это вот достаточно редкое явление у нас, чтобы кто-то вот не боялся, да, и считал для себя, как это, возможным писать, да, на такие темы, то есть это вот вы, почему, как вы достигли такой степени свободы осели? Ну, во-первых, у меня достаточно сознательно я это делаю, я работаю в этой сфере, то есть я поменяла специальность, я сейчас работаю в эстетической медицине, естественно, у меня есть свой интерес, когда я об этом говорю, я популяризирую эту тему, естественно, я популяризирую себя в этой теме, то есть... Ну, вы не боитесь, я вот гляжу, зарубаться там с какими-то хейтерами, там со всеми, причем как-то это у вас весьма так, это живенько, интересно все происходит, потому что, ну, понятно, там какой-то, наверное, есть там слой гешефт, какой-то свой коммерческий интерес, но просто вот те, кто у вас читает, а те, кто не читает, обязательно подписывайтесь, Асель Барендарова, вы будете получать... Ну, это очень самобытный аккаунт, то есть вот я много чего читал, много чего читаю, мне нравится, потому что он реально необычный, то есть это не вот какой-то там бла-бла-бла, котиков постим, вот совсем это... Это что-то такое вот, вот прям очень вдумчивое, потом, ну, там и романтики много, вот недавно был рассказ, где что-то взорвалось, и вот с дочкой, и прям, понимаете, я там скупой мужской слезой прослезился, то есть вы, получается, и литературу, да, то есть вы хотите писать? Да, мне нравится писать, ну, я не претендую, я не считаю, что, скажем, во мне какой-то писательский есть, да, вот, ну, мне нравится. Нравится? Ну, там заметно прям, что нравится, языка он-то видно, нет, ну, кстати, и ничего я это, как сказать... А по поводу внутренней свободы, это школа реанимации. Ну, то есть после этого уже там какие-то тролли интернетные, это вообще уже... Нет, это абсолютно спокойно. Потом, а по поводу внешности, почему женщины боятся, скажем, у нас очень многие прибегают к нашим услугам, и я считаю, это нормально, если они это скрывают. То есть они, скрывая вот эту информацию, они защищают какое-то свое личное пространство, потому что у нас очень часто, скажем, свою личность мы ассоциируем с тем, как мы выглядим. Опять-таки, благодаря школе реанимации к внешности я отношусь достаточно иронично. Да, это очень здорово и приятно выглядеть красиво, но, скажем, я не считаю, что вот моя личность Ассельба Индарова это вот только вот та статичная, вот то, как выгляжу я. Потому что я могу растолкнуть, почему нет такого же возможно, я могу заболеть, я могу что-то потерять, но при этом я останусь с собой же. Да. У меня очень много, например, коллег, которые не так блестяще выглядят, ну, как мои бывшие коллеги, врачи ремиатологов, они, как правило, не очень выглядят. То есть это замордованные тяжелым трудом, с огромным психофизиологическим стрессом. Ну, конечно, что там. Им не до красоты, у них очень мало денег, но я их очень сильно уважаю. При этом я не считаю, что если человек, скажем, как-то не так выглядит. Рядом с ним уходят вот ребята, там люди на небо, понимаете, там, это же там, ну, финансовая часть там точно никак не может быть. Абсолютно. Это же вот, ну, то есть, ну как, ты за то, что ты жизнен спас, да? Ты, в смысле, за это деньги будешь, что ли, брать? Понимаете? То есть, как сказать, дай мне сто баксов, а то он умрет, да? Ну, как такое можно сказать? То есть, мне кажется, ни один человек в здравом, ну, уме, да, такой у него нет. А то, что там потом что-то поблагодарили, там, ну, действительно, что радость, человек выжил. Вот. То есть это, наверное, не самое страшное. Но ведь это все равно носит какой-то несистемный характер, да? Однозначно. То есть, что надеяться на то, что тебя там будут благодарить, как это фактически на подножном корме эти врачи живут. Ну, так получается. Ну, что такое там, если у них 200 долларов там зарплата, да? Ну, вот у вас было 45, ну, в конце, наверное, вот уже там было 200, да? Да, когда я уходила с кафедры, ну, да, у меня где-то было 200 долларов. Вот, 200 долларов. Врач, который целыми днями, как сказать, несет абсолютно стрессовую нагрузку, вообще просто страшенную, да? Страшенную. Вообще кошмар. Ну, и что мы тогда удивляемся? Ну, что там все не очень хорошо. Ну, а как с таким... А что они там вообще все работают? Вот, это же кошмар. Ну, на самом деле, да. Как можно? Они же взрослые люди, да? У них же такие же потребности, как у нас. И как ты будешь за 200 долларов жить-то? Ну, что это такое? Ну, вот, в своих врачебных рассказах я, как бы, вот эти темы тоже поднимаю. Потому что я, например, однозначно, несмотря на то, что я очень люблю эту работу, я по ней прям скучала. у меня прям были ломки, когда я ушла в косметологию. У меня даже были попытки взять дежурство, несколько дежурств, и, как бы, вот начинали, как и дать уважение, и... то есть вот этот адреналин, и когда ты понимаешь, что ты очень полезен, и жизнь не полна твоего смысла. Но, вернувшись после коммерческих служб, я, конечно, увидела вот этот... Шок уже. Моразм, да. Когда отношение к врачам просто... Ну, это никому не нужно, на самом деле. Это не нужно, в первую очередь, нашему обществу. То есть у нас не ценят хороших врачей, и вообще у нас просто не ценят врачей. Я, конечно, после первого же дежурства отказалась. Я чуть-чуть... Формулировки. Это не нужно, наверное, вот сейчас, вот после девальвации, очень многие там начали писать, все, я там уезжаю из этой страны, да, то есть, но я бы вот внес такую ясность, да, не нужно путать государство с Родиной. Вот. И не нужно путать государство с обществом. Ну, это вот я просто сидел, сам об этом думал, да. Потому что государство, это, ну, регулятор в каком-то смысле общественных отношений. То, что он его не очень регулирует, ну так это проблема государства, это там неэффективность и бла-бла-бла, да. Но общество, это мы с вами, то есть в том числе и те же государственные чиновники, они входят в это общество. А Родина, это вообще то, за чем мы умирать можем пойти. И когда люди говорят, я уезжаю из этой страны, то есть, они транслируют свое неуважение к неправильному менеджменту государства на Родину. И вот тут, мне кажется, системная ошибка. Потому что Родина, это вот твоя, ну, это гораздо больше, это какая-то там психо-духовная связь, это генетический код, это, ну, я не знаю. То есть, для меня, у меня волосики начинают шевелиться, когда я начинаю обо всем этом думать, говорить о Родине, да. А когда… Да, я понимаю, о чем вы говорите. Но у государства, помимо того, что менеджмент, оно должно, скажем, и некогда кажется, что вторая основная функция – это воспитание. То есть, направление общества, у нас нет идеологии, у нас не воспитываются ценности, те вещи, которые якобы пропагандируются, у нас сильно развита система вот этих военных стандартов. Поэтому у нас, скажем, все-таки считаю, врачи просто хорошие, даже не важно, врачи у нас не нужны не только государства и общества. У нас достаточно потребительское отношение ко всему, мы друг другу относимся очень потребительски. Мы сейчас об этом поговорим, тоже это интересно, вот в вашем творчестве, ну, вы знаете, я могу что сказать, вы, как врач, вот реально, да, который отработал, да, вот и прошел, там, как говорится, все вот эти круги ада, да, врачебного, там, или рая, там, как не поймешь, да, то есть вы имеете, безусловно, право на это мнение. То есть, вот что хотите, то и говорите, это абсолютно с вами согласен, потому что, знаете, это вот у нас тоже диванные войска, да, то есть они судят обо всем, и там, нужно, я считаю, вступать именно в дискуссию с теми людьми, кто этим занимается и кто в этом разбирается. Ругаем финансистов, давайте поговорим с финансистами, да, ругаем врачей, давайте поговорим с врачами, ругаем милицию, давайте поговорим о милиции. Чего он, меня недавно остановили два сержанта, я говорю, сколько у тебя зарплата? Это вот было две недели назад. Он говорит, 67 тысяч. Я говорю, у тебя сколько? Двое детей и жена. Ну, что мы удивляемся, что они потом там побираются на этих дорогах? Ну, что мы удивляемся? 67 тысяч, как может 30-летний мужик, вот, взрослый, да, там, условно говоря, содержать семью, но он же брюхи носит, у него же горло есть, понимаете, ну, ему как-то жить надо, да, он в эту, может сказать, а что ты там работаешь, уйди, да, ну, вот вам, я так понимаю, вы против системы интуитивно внутри себя начинаете протестовать, бороться, и это у вас все трансформируется в какой-то этот, и вот, ну, вы не стали мириться с тем, что вот… Да, самый лучший способ борьбы систем – это выход из этой системы. Да. Слушайте, ну, давайте чуть-чуть раз заговорили о косметологии, а она у нас в каком состоянии находится? Это коммерческая дисциплина, которая приносит деньги, естественно, как коммерческая дисциплина, она неплохо развивается. Единственное, что у нас не совсем отрегулированные законы… А там какие законы нужны, в смысле? Получение лицензии, у нас контроль за лицензированием и за деятельностью, он очень на низком уровне. То есть, кто не попадя, может начать с грудью силиконовую вставлять, так что… Нет, по законодательной базе нет, естественно, что у нас должен быть врач, который прошел специализацию по пластической хирургии, имеет определенные сертификаты. Ну, скажем, инъекционными процедурами у нас как раз могут заниматься кто-нибудь. А, я понял. Ботексы вот эти, то есть колят у нас обычные косметологи, это я слышал, кстати. И у нас в любом салоне, то есть проходит где-то там… Даже не первично, первичные специализации могут проводить апеллированные учреждения от государства. Они проходят обучение у дистрибьюторов и начинают активно этим заниматься. Очень часто бывает, что, скажем, из-за отсутствия должного контроля могут быть, скажем, какие-то осложнения или еще что-то. То есть эта сфера недостаточно хорошо контролируется. Плюс у нас очень часто бывают всякие заезжие гастролеры из соседних государств, чаще всего из Китая, где в каких-то таких совершенно фантастических условиях, что ни на кухне, ни в какой-то там квартире, проводят вплоть даже до операции, амбулаторных. Очень чудеса. И кто-то у нас, в смысле, соглашается, да? Конечно, у нас народ очень сильно соглашается. Но опять-таки это… Слушай, но это же все-таки твое лицо, да? И, пардон, груди там всего две, да? Если они там что-то не так отрежут, это же, как сказать, им что не страшно, что ли? Слушайте, ну из жадности можно многие вещи делать, но у тебя потом личик это перекосит, это же как-то… в последнюю очередь. Ну, это за счет низкой образованности всего населения. В принципе, поэтому я и на Фейсбуке достаточно активно пишу о таких вещах. Например, скажем, вот, когда я освещала ту же самую мамопластику, я одним из… Мамопластик – это грудь какая-то? Да, это грудь, да, это пластика груди. И я, когда перечисляла возможные осложнения, я перечислила в том числе и смерть. Вот так? Да, конечно. То есть можно себе вставить силиконовую грудь и померить? Абсолютно. Рис такой невысокий, но есть. Ну, это и можно зуб пойти лечить и тоже померить, наверное, да, то есть, ну, по большому счету, то есть там вдруг тебе какой-нибудь там занесут, там не простерилизовали, ну, такое, наверное, редко уже бывает, но тем не менее, да, то есть почему? Человеческий фактор, то есть это… Больше всего народу у нас, как вот выяснилось, за рулем погибают, то есть там вообще какие-то абсолютно космические цифры, это вот… там что такое вообще, очень много, там вот бывает самолет разобьется, я вот всегда думаю, да, 200 человек, ну, трагедия, все понятно, да. А то, что у нас 3000 человек, допустим, в год, ну, я сейчас не владею этими цифрами, но там примерно такой порядок, то есть там 3000 человек на дорогах умирает, так это ничего себе, 10 самолетов разбивается, да, то есть, ну, вот так и хорошенько вдуматься, вот. А что по ценам, то есть, вот раньше все говорили, что за границей надо делать, вот я был в Бразилии, то есть в Бразилии пластика, там вообще она поставлена на какой-то там сумасшедший уровень, то есть вот эти все бразильянки, кстати, еще они такие красивые, то есть там они с 12 лет начинают уже девочек запиливать, как говорится, да, то есть, прямо вот начиная со школы уже серьезно пластикой занимаются, и там цифры, ценник на хирургию, вот, допустим, вот тоже грудь очень дешевый был вообще, вот я точно помню, ну вот, а у нас вот в сравнительном анализе сколько? Ну, если сравнивать с мировыми ценами, у нас цены низкие. Дешевле? Дешевле, чем в той же самой Корее, дешевле даже, чем в клиниках хорошего уровня, Китая. У нас вообще сфера услуг... Ну, сколько грудь красивую стоит сделать? Вот просто, потому что, ну, это вот понятно, что кто захочет, тот узнает, но вот пускай широкая общественность знает, сколько сделать красивую грудь, чего там научиться. У нас в Алма-Ате... Дело важное, надо об этом говорить, я считаю. В Алма-Ате идет около 700 тысяч. 700 тысяч тенге. Да, куда входит и стоимость имплантов. Вот, например, в данном, сейчас в нашей клинике проходит акция вместе с политехом... Третья бесплатная. Ой, прости, господи. Я не мог это не спросить. Купи две трети. Вот такую вот акцию у нас получается, сейчас можно грудь сделать за 500 тысяч тенге. Ну, тема... Две штуки. За 2 тысячи долларов вы получите качественную... По штучке, собственно, я не знаю, что вы паритесь там всех. Надо спешить и в клинику делать. Ну, это, я считаю, надо. А много у нас вот таких организаций, которые на этом рынке работают вот такого хорошего качества, по вашим ощущениям. У нас, если в целом всех взять, где-то клиник 5. Это на Алмату или на КЗ? Нет, на Алмату. На Алмату. Ну, наверное, я думаю, парочка в Астане есть нормальных. В Астане, да, есть филиал нашей клиники. Я не так точно владею информацией. Нет, ну, если на город 5 приличных, это, я считаю, более чем... Ну, как бы... На наш город это более чем. Более чем. Раз акции проводят, видать, там сильно очередь не стоит. Вот. Ну, в принципе, у нас достаточно вот такая неплохая насыщаемость. Поток идет неплохой. Акцию это предложили дистрибьюторы. Ну, я понял, что... То есть, у нас есть... Популяризация, скажем так. Популяризация своих имплантов. Угу. Угу. То есть, у нас на рынке так же несколько... То есть, за 500 тебе какие-то именно эти поставят? Именно эти. Именно политеховские. Слушайте, как интересно. Да. Ну, какая у вас вообще жизнь интересная? Очень интересная. Очень интересная. Молодец. Я... Теперь давайте поговорим. У вас есть какое-то особое отношение к взаимоотношению полов. А конкретно мужчине и женщине. То есть, почему это вот тоже красной нитью прослеживается в вашем творчестве? Я почему так хорошо разбираюсь? Потому что, ну, я вас читаю. И вы очень часто... Ну, например, вот, недавно вы писали, что... А что? Сегодня... Сегодняшние женщины, они уже полностью берут на себя функции мужиков. Вот. Они добиваются, там, хороших финансовых результатов. И вплоть до того, вот, вы писали, что... И мы мужики-то уже, собственно, не шибко нужны. Мужчины, да? То есть, что она вот самодостаточная. Ну, вот, встречаемся там с кем-то. Но я не хочу с ним жить, вот, прям, там, в одной квартире, да, сочетаться браком. И, там, потом у вас дискуссия в вашем... И женщины, я грыжу в ветке комментариев, они говорят, да ну их нафиг. Вот. Давайте поговорим об этом. Чем вам... Что у нас сегодня с мужчинами творится, Оселя? Ну-ка, давайте. На самом деле... Сейчас мы, это... Последняя часть у нас будет программа такая... Интересная. Хотя... Я развелась пять лет назад, и поэтому это, скажем, ситуация, и определяет мой образ жизни. У вас, как с медициной, то есть, там, произошло, что вы устали от неправильных, там, указаний сверху, да? Или как там? Нет. Просто произошел кризис, который... Кризис в отношениях, который проходят все. Но мы, скажем, с моим бывшим супругом, мы не прошли. Вот. И, естественно, мою свободность, мой свободный социальный статус определяет и образ жизни. Я как врач, тем более любитель психоаналитики. Это очень интересная часть моего слова. Осельная такая. Я не останавливаюсь, я тебя прошу. У меня, конечно, то есть, я смотрю на взаимоотношения именно с точки зрения психоанализа. На самом деле, я очень люблю наших мужчин, я вообще люблю мужчин. С нашими мужчинами ничего не происходит. В принципе, мужчины сами по себе не статичны, они точно такие же, как, скажем, 50 лет, 60 лет назад. Это происходит с женщинами, женщины меняются. У нас облегчаются бытовые условия, у нас, скажем, жизнь стала намного легче, чем раньше. Намного. Освобождается куча времени, сил и энергии именно у женщин. Для чего? Для реализации. То есть, появляются условия для того, чтобы женщина уже была не просто хранительницей, очагоматерью, супругой. Она может себя реализовать и социально. Женщина становится более активной. Скажем, этот тренд, если очень четко замечен на западном мире, кстати, он там тоже недавно начался, буквально там даже одно поколение еще не прошло. Может быть, лет 15-20. У нас он тоже идет. Не потому, что я об этом говорю. Просто уже условия жизни диктуют. И, например, для того, чтобы зарабатывать, в общем-то, и не нужно обладать большими физическими какими-то данными. Сейчас больше головой, мне кажется, надо зарабатывать. Особенно в больших городах. Нет необходимости быть агрессивным. Это то, что определяет гормон тестостерона. То есть, чисто такой мужской признак, когда там в большом бизнесе. Ну, я понимаю, да. То есть, практически у нас средний бизнес в основном лежит на женских плечах. Женщины начали зарабатывать, и они стали занимать все более активные позиции. И, получается, я, например, очень традиционно сама по себе воспитана. Но, несмотря на все, достаточно, скажем, то есть, я выросла в нашей среде такой традиционной. Но изменение условий жизни, как бы, позволило мне тоже поменять какие-то взгляды. Ну, хорошо. Вот я понял. Нет, подождите. Вы говорите, мужчина остался тем же, что и 60 лет назад. Хотя тоже можно поспорить. Почему? Потому что... Ну, по крайней мере, он поменялся не так сильно. Вот эта брутальность, которая вот по многим оценкам, вот я же тоже интернет-то читаю. Сейчас говорят, вот куда-то там брутальность вот это уходит. Ну, так она, наверное, уходит по той же самой причине, что деньги, если человек сидит целый день возле компьютера, sorry, да, то есть кнопочки нажимает, откуда там брутальность отобраться, да? Ну, то есть, причем, ну, если мы говорим о обычном офисном, да, вот, сотруднике, то есть там жесткая иерархия, да, там полное подавление личности в больших корпорациях, да, там не нужна личность никому, то есть... Ну, у нас очень агрессивное общество. Посмотрите, что творится на дорогах. Все друг друга подрезают, готовы подраться. У нас постоянно драки, у нас драки со смертельным исходом, высокий достаточно уровень преступности, у нас просто вот эта вся агрессия, брутальность, она сублимируется и уходит в другие... бытовые какие-то вещи. Да, конечно. То есть, он там терпит-терпит в этом офисе своем, конечно. А домой приходит, куражится начинает. Дома, во дворе, ну, неважно. Да. Ну, и что, и какие, ну, и чего теперь? И чего теперь? И теперь женщина, естественно, задается вопросом, что... Нафига попу гармонь, когда есть колокола? Конечно, она, скажем, ее уже начинает не устраивать рамки традиционных отношений. То есть, он думает, а почему я должна вот это, или вот это, или вот это терпеть? И она начинает отвоевывать свое пространство. Да. Это абсолютно нормально. Абсолютно? Но только она там одна останется в пространстве своем. Нет. Чего нет? Нет, она не останется одна. Просто придется мужчине это принять. Вы читайте классику. Наверху пирамиды, всех победив, ты остаешься один. Вот. Нет, она не собирается никого побеждать. То есть, в отличие от мужчины, ей не нужно взять, там, сломать, подмять под себя. Ей просто нужно чуть больше пространства. Она готова идти на партнерство. Придет время. Естественно, что это не сразу. Мужчины у нас начинают брыкаться. Говорят, что ж такое, лучше друг человека. Вдруг начала там говорить, что она человек. Лучше друг человека. Да. Как это. Ну, у нас в принципе, вот я на самом деле, вот скажем, те же самые мои посты. Когда я описываю женский взгляд, причем я его зеркалю, и то, что пишут мужчины, но я просто меняю местами. У нас что в ответ начинается? У нас начинают все возмущаться. Особенно мужчины. Как она посмела? Ну, и даже женщины. А на что больше всего вот там вот это рвет, как говорится? С чего мужики заводятся? Вот с каких утверждений? То есть, есть же там, я не знаю, давайте там топ-5. Вот чего они там сразу на дыбы встают? Ну, например, просто вот так, на вскидку. Ну, я в общем-то достаточно узко пишу. Я пишу о равноправии. То есть, у нас именно на равноправии и начинают… То есть, надо… Это очень сильно оскорбляет. Но это не только мужчин, но и женщин. В принципе, в моих постах, скажем… Да, есть противники, к моему мнению, но очень большая доля что со стороны мужчин, что со стороны женщин, которые поддерживают. Не, ну а что там равноправие вот в семье? То есть, ну, как по мне, да? То есть, если ты хочешь, чтобы это долго работало, то там будет дифференцированное равноправие. Я добавил слово дифференцированное равноправие. Почему? Потому что, ну, вот я тоже, сколько, 19 лет в браке. Я прям тоже пережил там кучу кризисов, как вы говорите. Ну вот, и я прям в курсе, что надо где-то двигаться, да? Конечно, конечно. Равноправие – это не означает, что мы не идем на комплект. Такая очень сложная система компромиссов в браке на самом деле. Конечно. Равноправие – это не есть, это не отрицание компромиссов. Я за компромиссы, конечно. Просто мы когда, например, говорим, мужчина сильный, сильная личность – это разве имеет гендерное какое-то явление? Ну, не факт, я согласен. Не обязательно, что это должно быть обязательно. Взрослая, зрелая личность, она обладает, не важно это мужчина или женщина, обладает определенными какими-то качествами. Принцип личности – это дух. А дух, он не имеет какой-то гендерной принадлежности. Дух – он и в Африке дух. То есть женщина может быть не меньше духовая. Если, например, стандартные, скажем, советы, что вот женщина должна быть покорной, молчаливой, с длинной юбкой в пол, который там очень мудро там промолчит, здесь промолчит, нарожает кучу идей, приготовит борщ – это, на самом деле, уже устаревший. Это, скажем так, это потакание, сохранение инфантильности у женщин. А им всем это… Может, в половине, мне кажется, что-то вот и не надо вот этого вот? Конечно, не надо. Нет, а я никого и не заставляю. Может, они и борщ, и пущай, и варят? То есть не всем же, вот я извиняюсь, интервью ходить давать, понимаете? Конечно, это однозначно. Но, скажем, я же не навязываю свой мнение. Нет, нет, абсолютно. Я просто говорю… Там есть такая кнопочка «Отписаться». То есть всем, кому мнение сильно не нравится, уже давно на нее нажали. То есть, но судя по тому, как растет количество ваших подписчиков, то есть я почему… Вы и интересны вот лично мне, потому что я вижу, что… Что такое Facebook? Facebook же, вот как я себе вижу, это уникальное исследование, да, с точки зрения там психиатрии и той же психоаналитики, масштабного, масштабный такой срез общества. Я ведь читаю абсолютно разных людей. У меня там и националисты, и ватники, и укропы. То есть я читаю всех. Мне интересно, мне интересно понимать, что происходит. Потому что это, конечно, тоже на любителя аттракционов, потому что иногда там волосы дыбом становятся. Но в любом случае нужно… Ну вот я хочу знать эту температуру по палате вообще, что происходит. То есть мне это интересно, меня это бодрит. То есть вот как бы это… Ну про женщин так нет. Вот все сейчас, что вы говорите, это абсолютно адекватные вещи. Но вы сейчас это чуть-чуть не договорите. Потому что там… Нет, я имею в виду, что там вот у вас рубило достаточно часто… Да? А что да? Да, это ваш аккаунт. Да, да. Ну вот. Я как-то вот… То есть вы хотите сказать, что мужчин сегодняшних напрягает то, что женщины становятся более там самодостаточными, более… Как сказать? Нет, не это их напрягает. Мужчин напрягает просто изменения. Мужчина, извините. Мужчин напрягает просто изменения. Мы все привы… Мы… Когда… Неважно, мужчина или женщина. Вдруг происходят какие-то изменения среды, изменения условий. Мы все начинаем напрягаться. Естественно, что… Мужчина… Ну почему я должен сейчас быть более… Ну и у нас… И у нас, я извиняюсь на минутку, у нас же не Европа, у нас Восток вообще-то. Да? То есть у нас вот такая… Глобализация. У нас… Если это прошло в Европе… В Европе также мужчины сопротивлялись лет 15 назад. И, скажем, в маленьких городах они также не принимают то, что есть в больших городах. Это вполне… Как бы… Понятно. В том… На том же Западе существуют… Так же… Те же самые называемые девушки… Голдигерши называют… Которые ищут себе мужей побогаче, чтобы их использовать как социальные лифты. То же самое. Пороки людей, они вне зависимости от культуры и места, они везде одинаковые. Я недавно вывел одну занимательную эту… За там пару тысяч существования человечества, да, такого более-менее внятного… Грехов-то новых не придумали. Ладно. Человек эмоционально никак не повезло. Представляете, да? Ничего не повезло. То есть, как было там… Я, к примеру, говорю, да, там уже свидетельствование, так оно и было. Как было прелюбодеяние, так оно и есть. Убийство… Ничего не случилось. То есть, вот 10 заповедей… Человек эмоционально никак не эволюционировал. Но с точки зрения эволюции… А вот почему так? Мало времени прошло. Мало времени прошло. Мы всего… Например, если здесь с точки зрения эволюции геологического масштаба, прошло всего 4 секунды, как мы вышли с пещеры. Угу. Но за эти 4 секунды мы добились многого. И вот те первые изменения в каких-то гуманных вещах, оно на самом деле происходит последние 100 лет. То есть, именно последние 100 лет мы, по крайней мере, официально отказались от рабства. Мы… Ну, официально. Официально. Скажем, мы его так удачно трансформировали… Но… Нет. В любом случае, мы уже выявили, что рабство – это нехорошо. Мы его порицаем. Нет. У нас в офисах хлыстом, конечно, не стягают… Оно стало другой формы. Но неважно. А ипотека – это что? Понимаете? Явное рабство – мы это отрицаем. Я понял, да. В мошенниках не ходим. Убийство – мы тоже отрицаем. Появились права у женщин, кстати. Меньше века это прошло. И еще меньше века прошло – появились права у детей. Мы на детей… Мы первое поколение, на которых… Которые… На собственных детей смотрят как на личности. Вы читаете много о себе? Что-то я вас так слушаю. По-моему, вы много читаете. Ну… К сожалению, нет. Не так много. Вообще, я из тех людей, кто я люблю читать. Для меня, например, читать – это намного интереснее, чем даже смотреть. А вы больше любите с людьми быть или любите быть одна? В этом плане я уравновешена. То есть, и так, и так мы хорошо. Угу. Угу. Нет, это просто тоже… Я прям… Ну, мне вот самому интересно. Потому что вот у меня примерно то же самое. То есть, мне нормально с людьми, но мне абсолютно комфортно одному. То есть, я могу дома, я не знаю, полгода просидеть. Ничего не будет абсолютно. То есть, мне только лучше будет от этого. То есть, что я буду полгода дома, ну вот карма чистится там. А вот про психоанализ вы говорили. То есть, вы этим как-то осмысленно занимаетесь? Потому что у нас вообще психология… Я вот недавно был на шоу вот 31 канала и был приглашенный психолог. Я, к слову, психолог всегда отношусь так полускептически. Почему? Потому что до того это дело темное и запутанное. Ну, вот как мне видится. Я просто читал там всяких тоже книжек, да. Вот этот стандартный набор по психологии. Ну, и там тупик полный. То есть, это не… Они многие вещи объясняют, многие вещи проясняют. Но какой-то вот там… Я не знаю… Большое какое-то вот откровение я там не услышал. Вот в конце-то концов. Понимаете, как… Вот давайте вот ваше видение. Вот вы говорите, психоанализ, психология. Вот вы как себе это видите? Ну, скажем, психология – это базируется на педагогике. Психоанализ базируется на медицинском образовании. На самом деле, скажем, у каждого свой путь. Кто-то начинает понимать взаимоотношения с окружающим, с людьми через эзотерику. Кто-то через там… Как кому легче, да. Мой путь – это, конечно, психоанализ. Естественно, что после развода, когда я задалась вопросом, почему это произошло, почему это произошло именно со мной, я стала изучать эти вещи, то есть я пыталась найти ответы на вопросы. Ничего. Нашлись? Да, нашлись. По-моему. Мне помогло во многих вещах, то есть я увидела какие-то сценарии, психокомплексы. Потому что, как правило, мы же есть вдруг что-то, особенно при развале отношений, мы склонны обвинять другого человека. Но здесь это крайне неправильно. Мы также выбираем, мы выбираем себе партнера. Вот. И мне помогло это избавиться от каких-то вещей. Однозначно я выросла, выросла именно как личность. Я стала однозначно более уверенна в себе. И все те вещи, которые, может быть, я делаю, реализую, в принципе, это благодаря тому, что, скажем, я узнала себя лучше. Ну, может быть, вот если бы получается, можно же так сказать, что, может быть, если бы не произошел у вас развод, то есть мы бы сегодня и не имели ту Ассель Баэндару, которая сейчас ведет интересный блог, который продвигает кучу продуктов, которые вообще... А что по философии вы можете прокомментировать философию? Потому что женщина и философия – это один тоже из штампов, что все философы были мужчины. Много можете назвать философов-женщин? Потому что наше время только-только пришло. Мы сейчас освободились от быта, мы сейчас освободились от каких-то таких приземленных проблем. У нас появилось время силы. Так что философы обязательно появятся. Женщины. Конечно. Кстати, я только сейчас задумался, что ни одной-то я и не знаю. Интересно. Не до этого. Потому что... Математики были, вот, ковалевские, да? Женщины беременели, рожали, кормили своих философов, следили, чтобы они не ушли к другой. Да-да-да. Философство. И не до этого было. Ну, это... Вы знаете, мне еще что вот... Мне почему нравится вот ваше конкретно творчество, да? Я считаю, вот эта тема взаимоотношения вот межлюдского, она вообще не раскрыта. Причем она мало где раскрыта. Вот у нас все грузятся, да, там, мировым кризисом, да, там, ставками, там, Доу Джонса, да. А во многом кризис, вот, как у Булакова, по Преображенскому, разруха в головах же она происходит, мне кажется, да. Вот у человека, если нет гармоничной семьи, а какая разница, какая ставка Доу Джонса? Да, он же уже поломанный, все, он не может, он не сможет смело в глаза смотреть. От него будет какой-то вот этот непонятный психологический флёры сходить, что никто с ним не захочет вот это дело какого-то иметь. Все же любят успешных и уверенных в себе, да, то есть это же, но это же не штамп, с ними действительно легче. Они тебя не грузят там, прости господи, да, там, они более прозрачные вот в плане бизнеса, да. Ты знаешь, что он за плодиприсуху не впадет. Творческие люди, вон они. Раз в полгода, пожалуйста, вот, получите и распишитесь. Вот. Ну, очень интересно, очень интересно с вами мне беседовать, потому что вы как раз-таки поднимаете те вопросы, за исключением пластической хирургии, мне все интересно. Вот. И, кстати, пластическая хирургия, она тоже, я считаю, что если можно безболезненно и нормально тюнинговать женщину и она сама этого хочет, аминь, пожалуйста. То есть я не вижу в этом ничего там крамольного. Спасибо, Слава. Ну что, ну просто, то есть надо либо тогда умирать в залах, да, вот в этих спортивных, но, мне кажется, вот не каждый может в залах спортивных умирать. Потому что это, ну там, пахать надо там, то есть там вот, это же, наверное, можно как-то коррекцию делать и спортом, действительно, но это уже серьезное такое, мне кажется, вот занятие спортом. Это, я не знаю, там пять раз в неделю, да, там и тоже там и диеты особые, да, там и… Нет, это не так на самом деле сложно, как кажется. Да. То есть я два года назад была абсолютно обычной, физическим нагрузкам у меня отвращение. Если честно, вот я сегодня утром бегала на эллипсе 45 минут, и последние минуты я просто смотрела… Эллипс – это что такое, извиняюсь? Ну это типа беговой дорожки. Да, да, да. Я считала последние секунды, но быстрее бы они прошли. Но на самом деле… Скучно иногда на дорожке немножко. Ну, помогает, наверное, опять-таки, если вот поменять взгляд. Мы можем сидеть часами на диване, в этом фейсбуке, но так же тратим время. Да. Точно так же иди-набивая. Но почему бы это время не потратить пользу? Ну вот я вот начал фейсбук на дорожке читать. Кстати, нормально, идешь потихонечку, ты пока ленту всю просмотрел, вот я там троечок прошел. Ну это хорошо, лишний троечок, он никому, и я там не потел, я никуда не бежал. Идешь спокойно и столб не словишь, потому что все-таки это дорожка, да, иди ритмично, ничего не будет. Ну вот, и как бы если нормальная скорость, там где-то четверочка-пятерочка, то нормально идешь, спокойно дочитаешь. То есть… Не-не, я как бы не противник абсолютно спортом занятий, просто… А как вот интернет вы вообще видите? То есть вот вы говорите, по два, по три часа сейчас сидят люди в фейсбуке, да? То есть вообще вот соцсети, это же такое очень… до сих пор непонятное явление. И вообще с интернетом, я вот чем больше в него вдумываюсь, я вот разговаривал там, я не знаю, там с кучей людей, кто занимается интернетом натурально, там чем дальше, тем мне, например, запутаннее. То есть я не могу понять, чем это закончится. Ну, по поводу интернета, опять-таки, это одна из возможностей коммуникации. В интернете сидят те же самые люди, которые ходят в реальной жизни. Социальные сети и вообще интернет, он облегчивал и ускорил их. То есть если раньше, например, люди знакомились по месту жительства, или там по работе, или по каким-то связям, сейчас с помощью интернета, ну вот слава, мы бы с тобой с вами. Да. Это было для программы на «Вы», а так вот, да. Мы бы лет десять назад, но никогда бы не познакомились. Никогда, да, абсолютно. Никогда не познакомились. То есть сейчас даже в интернете, если поставить цель и решить какие-то личные свои вопросы, человек может, не выходя из дома, с грязной башкой, сидя на диване, за вечер познакомиться с двумя потенциальными прецедентами на партнерах. И вот я чуть-то никогда об этом так не думал, хотя абсолютно это может быть. А большой процент у нас женщин, которые в интернете, вот для этого или как? Я просто вот, ну честно говоря, не... Ну я такой статистикой не обладаю. Не, но по ощущениям. То есть вот... Не знаю, не могу сказать. Я могу сказать вот, что по моим ощущениям, вот Facebook, он 55 процентов минимум, как не 60, он женский. Вот в этом я абсолютно уверен, да, то есть что женщины рулят в Facebook, то есть их там больше, они там более активную какую-то позицию ведут. Мужчины есть, но как бы больше процентом соотношения, я думаю, все-таки больше женщин там. Ну это вот по моим ощущениям, опять же. То есть нам никто не дает на Казахстан статистику фейсбуковую. Может быть, я думаю, это связано с тем, что женщины у нас вообще более социально активны. У нас остался комплекс постсоветских, послевоенных времен, что мужчин мало. Поэтому женщина должна напрягаться, она должна найти себе мужчину, женить его на себе и создать счастливую семью. Это так женщины думают в смысле? Это так думают все. Нет, я так не думаю в смысле. Я не искал себе мужчину, чтобы выйти за него замуж. Нет, у нас мужчины как-то. Это же все-таки две планеты, я считаю. Мужчина думает, что на нас девять на десять женщин, поэтому я буду сидеть расслабленно. Я и такой все понравюсь. Мужчины так не думают. Я говорю... Это заблуждение. Я, конечно, это несколько утрирую, я это выпячиваю, но у нас вот этот комплекс остался, поэтому женщины, вот если взять куда-то, вот пойти в то же самое кафе, ну что увидим? Мы увидим в том, что сидят женщины. Почему? Потому что женщины с тем активны поиски, они более активны. Это у нас как бы вот это... Ну что, они все время ищут мужчину, что ли, я что-то вообще... Ну это не специально? Нет, ну я понимаю, ну как бы, да. Но этим, скажем, это где-то под спуды ими двигать. Я просто давно об этом не думал, и вот то, что сейчас... Я тебе по-другому буду смотреть на женщин в кафе. Нет, они могут собраться и... Нет, ну понятно, понятно, понятно. То есть, нет, ну многие там, допустим, те, которые... Нет, то, что они, наверное, более социально активны, я вот тут однозначно... Поэтому и в Фейсбуке нам кажется, что он такой более... Более женский. Более женский. Ну, может быть. Получается, что интернет, так как это уже 152 раза звучало, это более... Более... Самое быстрое на сегодняшний день способ доставки сообщений, да, информации какой-то. И причем доступный вообще вот любому и делай, что хочешь. И за счет быстроты обмена информацией у нас и быстрее начинают происходить все эти изменения. Поэтому говорить о том, что мы Казахстан, мы восточная страна, и нас как бы западные такие вещи не касаются, это говорить невозможно. Именно за счет быстрого обмена информации происходит вот эта глобализация. Глобализация не только там в одинаковых брендах, в одинаковых магазинах, но и глобализация в плане сознания. То есть там, где происходит обмен информацией, мы начинаем выравниваться, вы знаете, как сообщающий сосуд. Угу. Хотим мы этого или не хотим? Ну, у нас все равно, вот я, например, слышу вот такой тоже флер, и он у нас имеет место быть однозначно, что у нас есть целая плеяда, ну, целая часть общества, которые вот традиционалисты, то есть вот которые говорят, мы будем жить по традициям, до свидания. Конечно, конечно. Вы там свои геи в Европе там делайте, что хотите, да, то есть это такая достаточно большая часть, и непонятно, это хорошо или плохо. Почему? Потому что традиции эти вырабатывались тоже веками натурально, да, то есть и все, что проверено, ну, таким большим количеством времени, ну, это имеет смысл этому доверять. Это вот просто даже с точки зрения логики, да, то есть почему, вот я, это мое мнение, да, почему нужно серьезно относиться к религии, да, по крайней мере к ортодоксальным религиям, потому что, ну, это три тысячи лет работает уже, понимаете, там две, две с половиной тысячи лет, то есть, ну, работает и успешно работает, да, то есть лучше института для изучения души человека, по крайней мере, ну, я пока не нашел, то есть это вот, мне кажется, это то, во что упирается любая психология, то есть вот она упирается там в коран, все, вот там она и заканчивается, а потом начинается совершенно другой левого психологии, понимаете, вот, ну, это я так себе вижу. Да, это выросли. Нет, я, я, я ж, сорока своему, одному году, ну, что, в ролевые игры, что ли, верить, ну, это смешно. Давай, я буду осели, а ты будешь славой, давай поговорим, почему у нас проблемы. Там все так, и можно выработать вот эти точки, действительно, почему это действительно, чтобы поковыряться, да, вот, если ты хочешь разобраться, да, вот, почему чуть-чуть вот препарировать вот эти все отношения, да, их получится препарировать, но в конце там все равно будет непонятно что, там Аннушка там будет разлила свое масло, понимаете, то есть вот в конце вот этой все длинной цепочки психологической будет Аннушка разлила свое масло. Ну, я так вижу, опять же, я вот не навязываюсь. Да, я вот по поводу, вот чем отличается, скажем, религия от, ну, вы знаете, да, основные три постулата монотеистических религий, веруй, не сомневайся и обращайся, но в то же время именно, скажем, тот путь, который проделал человек, выйдя из пещеры, то есть, скажем, тот путь цивилизации, он сделал это только благодаря сомнению. Да, безусловно, и, кстати, я вот быстро перебью вот эти три тезиса, которые вы сказали, это не факт, что это ключевые тезисы религии, вот. Те же самые священные писания, они... Вы, кстати, их читали? Конечно. Это вот... Нет, нет. Вот тут я... Знаете, почему я спросил? Потому что я очень часто сталкиваюсь с людьми, которые уверенно говорят, допустим, ну, там, о каких-то религиозных суждениях, я говорю, слушайте, ну, вы читали вот эту книжечку, Евангелие называется, или Коран, мы не читали. Я говорю, ну, ребят, ну... Я в 22 года. Замечательно. Вот. 22 года, когда у меня умер отец, я была близка к тому, чтобы прийти в церковь. Да. Вот. То есть мне остался сделать только последний шаг. Вот. Поэтому я все это прочитала. Ну, ты замечательно. Нет, это вот абсолютно справедливо. Вот прочитайте, тогда что-то говорите. Потому что пока не считал, ну, это некорректно, это просто, ну, неправильно. Ну, как можно там о математике рассуждать, таблицу умножения, вообще, зачем ее считать? Ну, нонсенс. То есть я не потому что, ну, как бы там, что-то там призываю или что... Нет. Там каждый пускай разбирается сам. Это справедливо. Но просто у нас очень много люди начинают вот транслировать, как бы... Вот я же не транслирую сейчас, поедите там, покайтесь, да, там... Я же этого не говорю. Я говорю, давайте говорить, давайте почитаем и вынесем свое мнение. Вот это все, что я говорю, да. У нас очень многие люди начинают транслировать какие-то вещи, ну, вот, странные, да. То есть вот... Причем, вот, не ознакомившись с основными источниками. И вот, ну, я вот всегда против этого киплю. Потому что, ну, это некорректно. То есть, как все равно, что рассуждать о классике, да, там, не читая, там, я не знаю, там, вот этих 50 писателей, которые, собственно, из которых классика состоит, да. То есть, ну, как можно говорить. Супер! Вы меня прям, как это сказать... Если я тоже начинаю заводиться на интервью, то это, я считаю, хороший знак. Вы знаете, мы вот сейчас незаметно проговорили с вами час. Все говорят, что чесноки такие долгие, да. Вот, заметьте, вот внутри чесноков непонятно, что они долгие, да. То есть, вот, час вот, когда он прошел. Мне лично непонятно. Я вам желаю, Асель, вот, искренне совершенно всего хорошего. Вы, давайте, идите по этому пути своему. Потому что путь у вас не обычный, вот, такой, я думаю, что он будет нелегкий. Но у вас, мне кажется, хватит и силы, и воли пройти по нему до конца. Потому что вся фишка посмотреть, чем закончится. Вот, поэтому... Не самоинтересно. Ну вот, да, меня, собственно, тоже, по сути, одна из немногих вещей, чего меня еще интригует. Так что, спасибо, что пришли. Я думаю, что сегодня, наверное, чуть не безинтересное у нас получилось. Это благодаря вам. Я тут так раздражитель. Удачи. Спасибо большое. Спасибо за приглашение. Аминь.